Меня зовут Андрей Мушкевич. Я сегодня рассказал вам про стан водоведства и исторической литературы в Мировой области. Иншими словами, как спростить тему, водоведская справа и история. Как заторопиться в свете и что машина, что дроблено и что машина сделать в Беларуси. Ну, в початку, конечно, коротко скажу про себя, да, к чему я до вас приехал минавито с такой темой. В уголе по эдукации я не водовец. Технологичный университет я не скончил, где у нас продуктуют профессиональных водовцов. Я историк. Протем, историк, починающий до университета, и скончивающий тем, что работал у Академии наук, у разных ВНУ. Она, вам признаюсь, попросовала в Академии милиции пару лет назад, погону не горит, правда. И оборонился за датскую диссертацию. Паранейшем он займается наукой, правда, зараза тренивается в неком контексте хобби. Займается 16-м стагодем военной истории Великой Князьевской. И эта справа привела меня досыц логично у опошния годы до водовецкой справы. В принципе, працуючи на родных посадах университетах, я взялся за выроб книг, за их створение, еще годов 7 назад. И первой книгой, какой я занимался особисто, была моя властная книга. Это был 2100 год, я вам ее покажу. Вот так она называлась. Великая Князь Твердовская и Инфлянская война. Я когда заехал в Новолокон, туда, с Ваяка, в Парсой Околгасе, показал мне эту книжку, и он так поглядел, пытается у меня... А это что? Параюсь ясною? Коротень потихла по тропу, с бодриким материалом конференции о Белорусском институте правознамства. Затым у меня был год працы о Мирском замке, где я как-то сам ошибаюсь, прямо с бодрецкими проектами, и удалось выразить несколько книжек. И врешт-решт я пришел до основы, что треба добить самому спалу. И год назад я заквал свою властную бодрец. Нактива за одной, скажем так, за одной метрой, за одной задачей, якая отладушка развелся, по моему слову, наближать историю до людей. В принципе, завсюду, коли починаешь некий бизнес-товой проект, а для меня этот проект не доброчинный, а коммерцийный, ты завсюду задумываешься, о чем ты будешь оригинальны, якую нишу рынка, нишу рынкой ты можешь занять. И я все проличу. То есть это было не с бухты барахты, и год назад мне подалось, и год, вот, а поздний год моей прации в водорецкой справе показал, что, саправды, у нас слабо занятая ниша популярной медитаристичной литературы по истории. Я сейчас это буду, ну, долго распорядать, але одразу скажу, что, скажем, такие, як бы, посыл для моей прации на водорецком рынку был минавито таки, что треба заполнять эту нишу науково-популярную, те, коли казать, разумными заходними словами историчная медитаристка по Беларуси и про историю Беларуси. Вось. И год назад я распоряжал свою праздну. Ведается, надзива стать визуационную у нас, в Беларуси, гэта не так складана. Схема, вернее, простая. Открываешь, ну, проявство, ци юридычная, ци юридычная особа, ци индивидуального промайнства, так? Отримляваешь лицензию у Министерства информации. Для того, как бы тримать такую лицензию, самое цикавое, не треба ніякой специальная эдукация у нас. Треба иметь только высшедшую эдукацию. Выучить экзаменационное питание, сдать нам слово дизайнер. И, в принципе, все, ты можешь выдавать книги. И за год прасы по истории я уже выдал шесть книг. Протым, так отрывался, что больше зрит науковых популярных, так? А не есть так само чисто науковых экшталт. И навык мастацкая книга по истории. Ну, вы говорите, что у нас книги все делятся на виды выдания. Это вене у нас строго по выдавецкой системе. Литературно-настатские, доведочные, для досуга, науковые, науково-популярные. На каждый вид выдания треба однословая рецепт. Вот. Ну, это коротко так про себе. В принципе, я расповедаючи про себе уже подходил до такого первого нашего питания, про которое я хотел бы вам повесить. Это по-первых, что такое выдавецкие острова сольные. Не только у нас на ливусе ветер. Другое важное питание это сам выдавецкий рынок у нас в Беларуси. в Беларуси. В Беларуси. В Беларуси. Абсолютно розно. Мы бытцем живем на разных планетах. Ну и конечно поговорим про такие речи, как маркетинг, реклама о выдавецкой деянности. Что важнее и как совместить культурно-осветницкую ролью, которую несет книга, любая в принципе, и бизнес-коммерциальный проект. Ну и будет конечно практичная частка мы с вами попробуем поэкспериментовать на предплате вашего города. Что потребно, какие ниши тут у вас пустые в выдавецком плане, в книжном формате и что треба сделать, какие перешкоды, барьеры, какие ресурсы для того, как эту справу поднять. Итак, выдавецкая справа сегодня. что далеко ходить, сегодня в день не что меняется. Центр плюсин для ключей тотальному использованию интернета уже у каждого другого смартфоны, а не звучайные мобильные телефоны, так ли я не скажу про планшеты. Ну и по-другому что книга по воле по воле первая входит в электронный формат. И традиционный подход до выдавецкой справы, папировая книга, она вымушена принимать в этой ситуации новые выклики. И на первый погляд сдаётся, что ее перспективы неверно и оптимистичны. Ну, что Вильмихутка папировая книжка как такая массовая изъява культуры, скажем так, ну, вопрос из них не могут конкуровать за электронами. вновь. Неколь количества. Поглядите, с одного боку папировая книга в чем для этого электроны? она постоянно и постоянно дороже. Ну, вот у России провели такое исследование и оказалось, что год назад, 10 годов назад, книжка такого невеликого папирового формата, какой выдавало водоветство АСБУКО КЛАСИК, каштовала 200 рублёв. Сегодня при тех же самых параметрах она уже каштовала 600. То же самое у нас. Доходы конечные выросли, а технижка так само вельми дороже. Электронная выдавь изробить простей иной нашмар дольше там чем папировок. В угле сегодня называется такая революционная ситуация колеев. Традиционная водоветская модель становится под великим пытанием. Под великим новым пытанием. тому, что приходят не только электронные книги, а и лишние лишь бы вдруг, которые позволяли подруковать книги от одного экземпляра. от до Продолжение следует... Другая цикавая тенденция, кроме того, что первая тенденция – это отрыв папировой книги от электронной, и рынок электронной книги каждый год растет. У России каждый год растет ровно на 100%. То есть в два раза больше повеличивается кольпец электронных книг. Другая цикавая тенденция, которая важна во всем свете – это свято самударство. В принципе, сегодня выдавец в своем традиционном выгляде становится непотребным, потому что появляются в интернете платформы, которые позволяют макетовать, робить книги самому. Вот в усиле недавно, витерально о минулом годе, с того, что доступна нам, у России появилась такая платформа под названием Redero. Вот по любопытственности зайдите на их сайт, и что вы увидите, что можно скрипать с любого файла, .tdf, .doc и как и так далее к миру литерально за 10 лет. Вам предлагают шаблоны, программа сама заверстывая, вы выбираете шаблон в окладке, пишется назву автора, выбираете малюнок, который вам подобается, туда закидывается, оп-ля, и раз 10 смелин у вас книга. При этом я не сразу предлагаю вам бесплатно разместить эту книгу на основных продажных плясовках в интернете российских. Наверное, не только российских, а из-за света, а от Амазона до таких плясовок, как Азонру, Букмейт и Ребритари. Учился? Ну, я вам не веду, открою такую сенсацию в тене. Цикаво, что книги Джон Роулинг про Гарри Поттера выдавцы взяли у друг не отразу. Только у третьего выдавецки, у кем именно погрухалось, взяли и книгу для друга. И то и в это детство, и кое мая правы на Гарри Поттера, но вы являетесь, кем мая правы. Это миллиарды доля за опошние десяти роти. За опошние десяти роти. Ещё такая лично. Коли взять наибольшее расположенное у Америки портал Amazon.com, где продаются книжки, и под яки заточенные все электронные книги, Гиндл, например, вот так, там не имеется такой официйной статистики, а ли один завтра бестселлер, який продает свои электронные версии книг на Амазоне тысячи, так, Стивен Хоуи, по-моему его зовут, и он подлечил, что колькость прибытков, колькость грошей, и ке ходят по Амазону за кошт сам выдатовских проектов, где выкладывают сами ауторы свои вот книги, да, люди текаются, платят гроши и читают, так, это 40%-40% у всех доходов в Амазоне. Это вот такая великая вишара, появляется? И тут я хотел бы, вот, что рассказать, вот, в обре про то, как про все выдовесство, да? Там, не у нас, у нас у всех по-иншему про все. Я расскажу про это на тыгладе своей книги. Выдовесство – это коммерциальная структура, так? Якою зарабляя гроши на вырабе книжика и на их проложи. Что для гэта га робить выдовесство, ка ба злыми виспродуками? Яно шукаю ауторов, потенциально цикавых, тех, яких будут куплять, так? Заключая зимний контракт, домов, ну, правдонки ахустин, да? Звучай на гэта гонорар. Грубо кажучи, купляя у автора руководец, купляя правы на эту руководец, за свои гроши выдая книжку, займается раз повсюду, и за кое-что раз повсюду отрывает привык. Так вот, а почним часом у свете повстала великая проблема. Якую можно обозвать проблемой коммерциализации, ну, такой коммерциализации водовеской деятельности в гуманитарной сфере. Калибр раз в историчную литературу, да и не только вовле гуманитарную, можно сказать, ну, всю гуманитарную, всю науковую. Сами разумеете, что гэта не литература массовая. Яна не может там дарь и танцовы коррестаться массовым опытом. Яна будет коррестаться опытом людей, которые гэта тякает. Тут нельзя различивать на высокие анафлаты. А в видовестке, коли яна занепокоена только тем, как заработать гроши, яна вам скажет, слухай, ну не будем мы тебе друковать. Ну, что мы над руковым 300 экземпляров, продамо 300 экземпляров. Мы лепить там кого? Стивена Кинга, Сидарю Донцову. Над руковым мы отримаем барышев. Пробачь, мы сядь руковать не будем, нам это невыгодно. И, як правило, такими проектами займаются малые выдовестки. Буйные выдовестки нажарлены, различные на массовую чатача. Во всем свете за прошлые 20-30 годы называются такая тенденция, что буйные выдовестки зъедают малые. То есть идея узбуйнений у выдовестки исправит. И это неверно добро тому, что и не только для науковой гуманитарной сферы, а и для мастерской. Тому, что для выдовестки опубликовать нового автора – это великий ризик. Вот вы видите, когда Джоан Роулин пришла со своей первой книгой про Гарри Поттера, вот так выдаётся. Ну, краска. Ну, никто не верит, кто такая Джоан Роулин. Ну, написано цикаво. Приходит в ее иеродактор и скажет – это талиновито. Это талиновито, это требует руковать. А человек за дело распространения, которые занимаются продажами, скажет – «Слухай, у нас ранее никуда не купили, это такой литератур. И зараз их только не купить. На что мы будем, ну, ее руковать?» То есть, разумеется, это талиновито. Мы-то над рукой укладем свои броши, а проект провалится. Тому новые авторы просовываются велики и велики по воле. Потому что есть риски, что они просто не проводятся. И, как на зиму, тут на выратовании приходит вот эта новая тенденция к рынку – сам выдат. Докладнее, когда вельми танкными сроками макетуется макет, не важно, дороче, сам выдатом, цивы для весна, и он спочатку пускается в электронное плавание. Ну, даётся певная реклама, ага цяк-далей. Просто, на подставе возле этого, такого, такарельного макету, выручается попут. Выручается попут. Что цікаво, чё-то чё? Когда интернет простора показывает, что твоя рукопись цікава, что его заценили некими рецензиями, водолухами на социальных сетках и гэтэгдалей, тады бэдариста може смело брать гэтую книгу и друхаваць на паперну. Это такие маленькие аспекты. Тому, што другий аспект, когда ты берешься друхаваць книгу, то паперовы. Перша, што перша праблема завсёды – гэта высокие стартовые расходы. У нас, как бы выдаць книгу, у прибыльного виглядя 300-400 экземпляров, ну, треба прибыль на 1000 евро. Это немало грошей. Сами розумеется, как бы их вернуть, треба их продать. А продается она не вольная. Не завсёды вольная хутка. Як правильная хутка. И вельми кепска ситуация, когда ты закладываешь гроши, выдаешь, и книг не продается. Как вы думаете, самая великая проблема для выдацца, самое такое древное пытание с разраду гаммитовских быть, альбо не быть. Прадать так. Прадать так. Алья вот в облево. Ты, вот ты, выросшил, маешь рукопись, выросшил вырос книгу. Головное пытание, якое возникает в первом интернете, головная проблема – гэта проблема на глаз, тиража. Разумеется? Можно выдасть 1000 экземпляров, саби кошты экземпляров будет дальнейшей, чем кали выдавать стройства. Алья ты, эту 1000 не продаси. И гэта самая великая рязыка. Вызначыцца правильна узнаплата. И сегодняшняя ситуация на выдавецким рынку, дозволяя с гэтой, гэтую проблему выложить. Как? Ну, вы ведаете, что такое «личба в другу»? Самое распрощуденное, кали другое книги, два типы, типы другу. Обседный друг и «личба». Так? «Личба» вызвычайно применяется, кали ты другуешь маленькую кольку с экземпляров, кали ты другуешь там больше 100-200 экземпляров, звычайно задземничиваются гэтые великие офсетные машины, тады друг там ничь. Сегодня технологии развиваются так, что минавидно технологии «личба в другу» развиваются так, что целком махчимая, без обсержания на себе кошт книги, друг от одного другая. То есть то, что я сказал, что с початки электронной версии вылучшается опыт на книги, так? А уже потом, на вот сам ауто, кали это сам выдать, может вынать решение кольки ему книжек над руководством. 5, 10, 50, 200, 300. Таким чином, выращается проблема с плодированием книжек. Одна справа – выдасть тысячу книжек, но я зараз выдаю тысячу книжек, мне треба думать, где их хавать. И мы не держать, да? Ну и поступово там продаются, кали продаются. Зараз на подыходе и на заходе, где-то вельми активно развивается, кали спочатку робятся пробные парты, это, ну скажем, экземпляры 50. Это завозится по книгарных, маркетологи глядяць, как они продаются, ага, книга пошла, вот такие активные, цикавые, запускаем полный наклад, тысяча экземпляров, ну это уже залежит от книжек. И кали попыт расти, новый наклад можно постоянно подруговывать и подруговывать. я сразу скажу, что у нас в этом пока лишь абсолютно не разница. Боль затое, первое, что я скажу, законодательство, мы повинны, выдавцы, в национальную книжную палату адвазу поведомляць, кольки, экземпляры книги мы выдавим. Кропка. То есть, они еще не выдадены, а ты уже повинен, скажем так, поведомляць, вызначатся в накладах. Ну, это традиционная модель. Мы просто, разумеется, еще до этого не дорастаем. На заходе уже, скажем так, статистика по накладах дается по остаточному принципу. Кончуся год, расскажи, кольки выйду. И это будет статистика. Ни о этих планах. Скажем, той момент, который вы коррестовывали у нас еще Советская ШАСУ, когда и попередняя подписка шла? Попередняя подписка? Ведать, вот это, ну, цикавый момент. Я послабовал заняться попередней подпиской на основе своей поздней книги. Пропановал самую низкую цену. Заплатил гроши за рекламу, что замовляйте, пишите мне на e-mail, покидайте свои координаты, и я вам привезу, доставлю, вы мне купите книгу по найнижайшей цене. Обрукнулась 6 шевел. И вовремя, так уже, подсумовывая крышку, я хотел бы до вас завести, что новая, вот видите, городовая технология и макшымасця, связанная с интернетом, с электронными книгами, яны за всем не забивают старую, ну, не забивают паперовую книгу, а створаются для ее новой макшымасця. Это новая выклика часа. И это нужно правильно поразуметь, что просто адмирая традиционная модель выдавецкой справы, традиционная модель относима к паперовой книге, а на новую выклика часа нужно просто отказ для установок, реаговать по иншине. Конструктивно. Это ведается, какие привести к выкладу. Глядите ли фильм «Москва слезам не верит»? Там есть такая сцена, да, когда в 58-м год только появилось это телебачивание, и там это оператор телевизирующий покажет. Худко все заполонить телебачивание. Не будет ни кино, ни театра, все будут взглядеть в телевизор. Но сегодня вы можете сказать, да, что и с моей, и кино, и с задовольнением ходим, не ведая у вас, в Минску, билеты, не взяли. И в театр люди ходят, сидят в этот день. Просто каждый взаимая свою личу. И все мне отремливается так, что папировая книга так само переформатовывает свое значение. Я так долго думал до вас, едучи во что сегодня перетворается книга, во что она с тягом часу перетворится. Ведайте, она станет таким досыть шикованным и дорогим хатным музей для экспонатов. То есть, я думаю, папировую книгу чекает такая речь, что когда ты будешь куплять, собрать книгу в руки, ты будешь отчувать, что это кашло. Это связано с тем, что папировые книги купил, прочитал, забыл и выкинул, и на этом духе не будет. Особенно на вокзалах продаются в этой магазинной папере, маленькие книжечки, как бы почитать все это. Больше из таких книг корольный электронный формат не издается. Все заполнится планшетами, электронными книгами и чемстей еще, но такие книги чекает такие люди. Али гэто все у нас будет невельно худкость. Какая ситуация у нас? Я вам рассказал про то, как свое выдавецство назад. И то, как это традиционная модель, когда выдавецство шукает автора, выдавецство знаходит гроши на выдание книжки, выдавецство занимается распространением. Зараз оно повинно заниматься, конечно, так само электронными книгами, думать, вымогаться сам выдатым и так далее, али и думать о том, какую ролью посредника занят помеж аутором и читачом. потому, что отдамивается, что выдавец их такие уже амачные выборы. Просто не треба забывать, что выдавцы так-то иначе для профессионала. А без профессионала у него исправить тяжко. Ну, что сказать, вот вы написали текст, конечно, вы можете его отдать на друга. А помылки? Корректорскую прасу никто не заменит. То же самое с воглоткой. Можно, конечно, взять некий шаблон, пустить над рукавой скреласно. Вот. Ну, что это? Это шаблонная воглотка. Всё верно просто. Аутор, назва, картинка. Ну, и колят подбираешь в фотошопе, да? Но, когда ты хочешь не колить на воглотку, на малибасни, что-то. Тут уже без дизайна и спокойнее вместе. Так вот, у нас, у нас, в Беларуси, мы еще живем в выдавецкой справе по абсолютным советским часам. И эту першу червусть связана с заселем, с монополией в выдавецкой справе державы. Ну, и какая, что тут, в хавате? Живей по советских канонах. Я, некий так, поравнав в выдавецкую сферу деятельности ведаетесь, в белорусской косметичной транспорции. Девчата, может быть, близко. Вот, шикайте, поглядите, на какие памятные у советские часы у Беларуси не было ни водной косметичной фабрики. Ну, я не могу вспомнить. А после отломальной незалежности они почали расти от грыбы. Белита, Витекс, так, и пошло поехать. Завтра, долгих штук двадцать наличишь. Рынок был пусты, пошла повадная инициатива, и все эти фабрики продавецы конкуруют помеж собой, так, працуют, в принципе, по сучасных законах бизнеса. Ну, на кольке дозволяя белорусская рычагисть. Выдавецкая справа, гэта, усим лишняя, у наших воронок. По-перше, гэта, старая державная традиция, так, трымать выдавецкую справу под контролем. По-другой, лишиться, что, коли истнует контроль над выдавецкой справой, то, значится, ты можешь уплывать на некие патриотично маховавшие речи, идеологию. подручники, тоже, руководные державные школы, да, и в этот далек. Я вот был в Польше, с родом в ДОЦОУ, восемь, я с издревлением, сам с издревлением доведался, что у Польши нема, я уже не кажу там два дня меньше, но в этот далек, неводно в этот жалобного довезти. Усе сникли, только словата. Я кажу, как так? Так, а зажалишь, треба там, что-то друковать, свои некие были дни, там, те что. А подручники? Вот у нас узнают специализованные родовисты, которые друкуют подручники для школы. Они кажут, а в чем проблема? Ты выставляешь тендер, прописываешь характеристики. Той, кто пропонует лепшие воронки, ну идея, звичайное, змогание, да? За проект. Той, отрубливает этот проект и другой, за этой подручники. На что тут держал, в этой личной последовательности? У нас тут вот эта грима. И ведайте, эта ситуация в верми засилья, засилья державы на водовескому рынку, и не только на водовескому рынку, а в сфере раз по всюду книги, и оно уплывает и на приватную унициацию. Вот такое питание на засыпку. Видите, сколько книгарный есть? А приватная книгарная есть? Две. А какой я литература я наградуете? То же самое, что есть? Ну, я маю на базе вот этой массовой, да, реанцовывает компанис, и я на некие такие специализованные, там, белорусская литература, гуманитарная, там, медицинская. Ну, то есть, ростится по междержавному и недержавному минимуму, по великим аргумам, да? Когда брать, например, самую буйную державную краму глобус в центре города, то я бы сказал, что она еще больше выгодна глядиться на фоне приватной. На фоне. На фоне. И в плане белорусской литературы. Самая великая ваша генеральность, безумовно належит до сетки белорусских. Так. Так? Ну, это даже так само. И беда, и нонсенс в нашей системе. Ну, я потом подлумачу на уластных выкладах, чему так? Чему так? Хотя, чему зараз скажу. Разумеете, марчимасць меть державную монополию на расспросуд книжек, это ведаете, что это марчимасць уплывать на то, что ты продаешь. Иншими словами, это цензура. Иншими словами. Иншими словами, могут отбирать в ней. Вот. Книга такая, не хочу ей продавать. Нечу ей идеологично шкодной. Ну, тебе не подобается она начальному. Не буду продавать это. Такие прихованы элементы цензуры, на самом деле. Так вот. У нас в одоветстве працуюсь ягодом. Во-первых, это планирует державную воду. Ясные планы. У этого надо выдаст столько, столько, как музык. Таким-то накладом, таким-то так. Никого не хвалюя, если будет эта книга продаваться. Ладно, продаваться. В принципе, никого игра не хвалюет, если будет она читаться. Это не важно, потому что, ну, ведать, у нас есть такое негласное правило разминкования. По одной книзе библиотеки и наклад разошелся. И по одной книзе вложен книгарный был книг, нехай лежать. По статистике встречается, что водорец создает задачи справиться. когда нам нужно сделать наши приватные водовинства, то они действуют по принципу, действуют нашим громадством, спасение утопающих и дело успешных утопающих. как у нас готово быть? Автор сам шукает, где выдаст книгу, автор сам деда выдаст книгу, автор шукает гроши на выдаем книгу, и автор после выхода книги займается повсюду в этой книге. то есть все риски не все на себе. На чем зарабатывает водовинство? Ну, разумево, на том, что взяло гроши за друга, ну, и за подготовку макетов. Але такими абсолютно типовыми речами, як продаж книги на рынку, не только ее створение, а и продаж книги на рынку, наши водоверства по великим рахункам не занимаются. И это коренное одружение нашей ситуации от той же заходи. Где на автору просто и где поливали. Я конечно разговаривал с одним английским профессором по истории Робертом Форстом Мандаровичем улетку выпуская школьное задание на 600 сторонок Оксфордская история Великого дняства Речи Просполитовича. Один из лепших знался историей наших районов 16-18 годов. Вот я попытаюсь учили бачить сенс свою деятельность. Як навыковец, як профессор, як младший. у нас навыковец, который проработал в университетах бачит с первым сцену своей деятельности у педагоги. он пришел на трибуну Вы студенты? Мы были студентами, да? Пришел на трибуну, говорит, ты учишь, воспитываешь, здоровые льбы по 20 годов. До этих пор меня шокируют студенты, молодые и так далее. А я проходил интернат академии наук, живут дорослые люди по 40-50 годов, сидят в охотничестве. Куда нельзя? Куда пошел? И ты выходишь на трибуну, то как она называется, я уже забылся, выкладывал три года назад кафе, ты несешь педагогичную миссию. Вы знаете, как у нас прописана дефиниция университета? Вы знаете, у нас университет это педагогичная установка. не науковая как на заходе, педагогичная. И видите, меня совсем не удивляют, когда эта презентация книжка и задает питание таким форматом. Вы видите, у нас студенты по такой-то теме пытаются то и то объясните, пожалуйста, что им отвечать на это? Это специалисты пытаются. То есть их не текает сама проблема историческая, а их хвалюет как на этот казах педагогичная миссия, разумеется. Хотя на самом деле все нормальные люди отвечают. что такое университет? На кафедру выходит специалист по своей теме и он делится со студентами своими ведами. а веды у него специалисты самая оригинальная, самая пошная и так далее. Тому назад это нонсенс, как это было у меня в 1993 году. Мне историю старожитного Рыму читала закладчица, которая обороняла десертацию по истории износим компакты Советского Союза, Скубинской, Народные партии и так далее. Но сами разумеете, какие это были версии. И у нас стереотипы университетскую сферу. Я отошел от темы вертаемся до английского профессора. и он говорит, что я вижу сенс своей деятельности у историка, как делиться своими ведами публично, с громадством, со студентами. Так, с одного боку лекция. Но что такое лекция? Вот и мне председство студентов. И на этом все. Мои лекции не транслируются. Самая лучшая передача своих ведов, того, что я напрасывал, это выдание книг. Я пропрасывал доследование, выдал книгу, его прочитали, когда ласка, вось, я могу быть спокойным, что я сделаю склад. И саправды, в заходном свете весь вытворчий процесс историка заточенный под эту складу. Публичное ознайомление со своими недоследованием. Найлепший мозг в этой книге. У нас такого мысления немало. Особисто я лечу одной из своих головных задач переломать ход мысления наших историков, которые пишут артикулы, обороняют диссертации. Но эти диссертации никто не читает. Артикулы у вас в университете так же выдаются. Ученые записки выдаются. Кто их читает? Никто. Но максимум на семинарах. это ведается такая друг для самих себе. Прочитал, выдохнул, надруковал, сам прочитал, прочитали твои коллеги, или ты им еще сказал. Можно ладонь это загадная такая вещь. Потому у нас выдавецкая система просует по этой не той, что традиционной модели. Разумело, опора только на паперовые книги, так? Я уже про это не скажу. Она попирается еще на советские экономно свои працы. Это добро показала международная книжная выстава в Минск, сколько я отбывала совсем недавно в лютый месяц. Не ездили? Ведаете, что были? Я там простоял четырех дней. Всех приватников загоняли в подвал. Ну, правильно. Мы такая торопеза, что там нам светится. А навес состояли буйные наши выделительства. Видите, как у нашей джавы гроши шмат, тут что-то нечисто. книжек в Беларуси выдаются шмат. И выдаются досить шиковные люди. Или просто ей бы тайны, на что они такие дорогие. и шмат выдаются выдаются по идеологичным заказам. Вот в сегодняшнем годе есть тренд. это 70-го Великой Пираме. И пошло поехало. И так и сядь, кожная выдавец законовая планка. Что нужно передвижить, засветить, показать, а как было связано с параном. Не важно, будет это читать, говорить это абсолютно не важно выполнять план. И он выполняется. я молю пессимистичную картину. Вот. А ситуация выгодает так, что когда уже брать сферу истории, когда брать наши державные выдавецы, то тут головный упор делается на идеологичный заказ. То есть если сегодня 72 годы, то вы знаете книжек по истории Великой речи войны. о минулом годе вы знали досить шматку данию присвеченных юбилею пачатку первой сусперной войны. и так далее. Тут каждого нужно найти книги. Другий бог працы, но это наявность науковой литературы. Ее специализованные выдавеццы, университетские выдавеццы, перед всем, и академичное выдавеццы белорусская наука, якое занимается выданием монографии, доследованием по истории яны на 99% все нам в голове. Кому что треба монография подносит так же, у кого что подошел план, как опубликовать доследование по слоям заматыцы. Ниакой билетеристичной литературы, такой популярной, которую выдавали державные выдавеццы, но знайти можно, но это вельно-спорадочная изъява. Вельно-спорадочная литература мистер вельно-спорадочная литература и братья билетер его создали конкуренную и Первый проект, который в последние 10 годы заполонил в эту нишу популярной билетристической литературой по истории Белоруссии, это книги под патронажем Анатолия Тарасова. Что это такое имя? У всей огромной книги выходят книги для Бонна и Сердия. Он выходит вот таким выглядит. Черно-червонное такое оформление. Сердия неизвестная история, так? В 2003 году он выдал первую книгу, которая называлась «Войны великого княжества литовского с Московской Русью». 14-18 века такая камина. Мне, память, еще попросили написать в рецензию. Я немножко прочитал. Добро, чтобы дошла думка не писать в рецензию. В этом проекте просуешь много авторов, такие, как Вадим Дзеружинский, сам Анатолий Тарасов, что это такое. Ну и еще, я там уже не буду называть. Чим отрозны вот эти книги, саправды по своим формациям, по подаче, я нын, такие билетристичные, популярные. Ну, что называется, книги для народа. Вот хочешь ты почитать про Орджу 1514 года битвы? Тарас под юбилей охотинка законного заказ. Ну, проводит восторочное доследование, пишет текст и выдаёт книги, так? Сдаётся всё долго, так? Коли ласка. Коли мне хочется, что тебе популярно доведаться по истории, коли ласка, выберите на этой книге и читайте. А не тут есть одна засада? Ну, первая засада, в том числе такая техничная. Все книги нам нужно снимать. В принципе, коли поглядеть на наш рынок, коли только 5% насельництва готовы с лёгкостью читать книги по белорусскому, ещё 5 годов назад в этой процент складало 14. То коли ты различываешь на абсолютный коммерциальный успех, то выбор русской мовы царком слушать, да? Но это, коли брать чисто коммерциальный бок. Коли брать бок культурный, культурный, то тут уже возникает пытание. Вот это всё-таки белорусская история. По-другому, всё было добро, коли авторы этих книжек говорили, что, слушайте, никто не забороняет никому писать книги про историю. Мы так выкладываем, мы так бачим историю, пишем, что хотим говорить. Но тут почти претензии на науков. И при этом претензии ведается с такой некой агрессией, агрессивностью, что, мовлял, ну, не сдается Анатолий Тарасов, не смогу наличить к себе вот этим, я как-то лепее сказать. А Пошли узнал о таком истине, Пошли узнал. Вот аргументация доходит до наступного. Так, все дурные я разумен. Нажали, нажали, вот я вам приведу к этому. Ёсту России таки до встречи к Алексею Лулю, и написал першую врач-канематацию про Азшанскую битву. Написал, ну, таким, про московские ключи. И он собрал для науков, собрал аргументацию. Что на это пишет Анатолий Тарасов? Это тот самый Лобин, который зарекомендовал себя как постоянный оппонент белорусских историков, отстаивающих национально-патриотические взгляды на прошлое нашего Отечества. В современной России таких Лобин их тьма, и каждый из них разделывает свой участок в обширном огороде историографии. Все они из кожи в англии снова и снова пропагандируют миф о безгрешной Святой Руси. Ну, а у иншем БДА не ем в обле. Я заявляю, что так, Лобин бросует у паласа Конфрессовой, каким героем администрации РФ. Когда он там голосует, значит, съем ФСБшник, чекист. Погону у его не меньшим полковника. Вот вам науковая дискуссия. Ну, вот эта такая агрессия и безапелляцийность, она, конечно, не повезна витаться. Другая проблема – это компелляцийность книжек. В уголе ведается, когда ваш автор, который умудряется писать по пять книжек за год, мне вдруг возникает питание – что-то тут не чистое. Законы физики никто не отменял. Как посидеть, как посидеть над границами и и так далее, но на это просто пребывается. Ну, и уже шума какие мои коллеги скатывались, что открываешь книги, а там целыми кусками, ну, вырванные цитаты, тексты и и так далее. Ну, это ладно. А не так все наши. Как увидели ситуацию на сегодняшнем рынке, то вельми великая активность, Анатолия Тарасов, таких книжек за прошлые десять годов, пророзное падение с историей Беларуси, ну, вышло уже десяти под пятьдесят, под пятьдесят наименем. Сены выходят с великими накладами. И что еще треба подкреслить, за того, что книги выходят вот таким великим годоведствами, как Харлес, и они тогда продаются амаль по усюду. Нам это то хиперманков. Вот, заверните к или-нибудь увагу. И, в принципе, на сегодняшнем момент этой книге заняли бы с этой нишу науковой популярной литературы беларусской истории. Другие проекции, ки Валту Васики, и, так само, вернее, Добра Ротфунт Симса, это частопис Адхэ со своими книгами. Следующий частопис Адхэ. Ну, книжки Адхэ, так само, легкая познация, они, звичайно, вот таким, ну, выкладка вот, вот таким дизайнем выглядят. Так само, великая активность выдавецства, сталка на выдання перокладной оригинальной литературы, якая дотычат истории Беларуси. И, все таки, большинство выданьев, яке выдается Архэ, это выдання науковых. Ну, темнику, эта книга украинских ученых из Канады, Сергея Бахиева, да? Архэ, архэ, водорожнение от Анатолия Тараса, гэтэй книги, гэтэй книги, такия, национальны беларусы цэндрышы, все на беларускай мовы, и, галовная мета, водовества куктын, ка брасковсюжывыць, новые, новые веды, па истории Беларуси. А лекарь брать формат, то, водорожнение от книг проекта Анатолия Тараса, в основном, гэтэй книги науковые. Гроваский текст, с посылочный аппарат, широкий, гэтэй дэй. Активнаць досыдается, перадусим, захлышца зло, что выдается шмак прокладной литературы. Вы, нават, калі возьміцца зараз, акошнія нумарэй, часописархэ, да, за акошнія там, ну, не пяць, да, на почвуць, то, вы бачыцца, што, звычайна, палова актыкула автоматычных нумароў, гэта актыкулы перакладны, замежны хамны. Гэта звязана, с той тендэнцией, про яку я казал. Якую, мне асабисто, веўм хатяласы прарабіць. Нашы навыковцы, не ориэнтованны на выдайныны книг, их треба дэгэта захвуцць. И ў плане, гэтаў, гэтаў, такой, скажам, аутарскай актывнасці, мы выглядаем не вельмі жвавамі, ў паралнані з нашыны сусэдзямі, літовцамі, палядзамі, гэта аддалі. Грубо кажучы, для любога навыковца, там, выдаўні книг, гэта ёго другі, калі не основ за зорога. І за добрыми аутарами, специалістами, гисториками, палюють водовеўство. Само тікаво, што калі взўць наш читацкий рымак, то ситуация не нашмарчам одрозниваць ад ситуациў на заходзе. Наші людзі любі читаць. Але праблема ў тым, што попыт, трапанова, не притрваўа попыт. Грубо кажучы, нема той разнастаўності, яка я могла б задавуўць самога запрабаваного читача. Для прикладу. Для прикладу. Ну, я вам по великим рахунку привёл токкі два водовеўства, які шчырно займаўцца выданням гисторичной литературе. Гэта ехі специалізація. По великим рахунку, ну, я уже консвою стеклу особо помолчу, тому што я не так шмат книжек выдаў, да? бачыць пад сабоўе ёхе паднаццаў пераду сім гисторична фундамент. И ёны, ёго вельмі, вельмі упаўта, актывна будуюць. І вы сами напевно ведаче, што калі ёць бўзець бас гэтую знахамітну спрэчку прасудныць МКЛ, яка ёнцца шчыць ёрмаловича, то, как ни крути, мы в этой эспрессии проявляем чисто по неких ресурсах, выниках и так далее. Это не значит, что мы не маем рации в неких своих гипотезах, в основах и так далее. Но еще в сегодняшнем свете важно донести свою думку до читателя, до ресепиента, когда хочется. Мало их просто выкрыть. То есть, когда ты хочешь, чтобы ты был почутен, ты должен задействовать полные ресурсы, которые продиктованы и рекламой, и маркетингом, и иначе. Таким прикладом. У литовцев уже 10 год ясноя специальный годовик на ангельской молнии. Сами разумеется, что весь Запад, вся Америка его читает, когда хочет доведаться знайновщими доследованиями литовских историков. Наша супольность, как мы не бодаем всегда до тех пор, сдается уже и мову по-моему начале, так у нас ничего такого немало до тех пор. Белорусы свои артикулы, я уже не скажу про книги, по ангельскому, по самой широкой послуженной новой связи не выдаются. Другая проблема такого Шталту – это иллюстрованная часопица по истории. Литовцы – два штуки, поляки – пять, россияне – один, який выдаётся администрация президента дальше. У Белоруссии и станал такий часопис до 95-го года, и назывался «Белорусская мемышня». С тех пор всё, ничего такого не выдаётся. Вот. Можно? Рамарку, пару питаний. Ага. Три. Вершая прошла сапись, архея как бы трошки иллюстрованная, плюс ещё я была взяла неиспадшими, но она… Ильше питание, что я писал из фасы, была такая сомнённая. По-другое, с водовесством я бы ещё, может, назвал узкостный книгосбор, который так само занимается водовесством. Историчная литература, я не знаю, что это далёко не основано. Ну, мне основано нет. Я же скажу, я прошу запрошенное питание. В принципе, историчная литература, кто выдаёт с водовесством, а ли это спорадычные такие взялаы. А ли, коли взять упор их на основную специализацию, то мне поддаётся это только два водовесства. С официнных, с державных водовесством, ну, можно, напевно, взгадать только белорусскую науку. То есть, разумеется, у нас такого специализации историчной нема. Вот, как вы разумеете, как поставлено справа в этом плане тот же литература. Там есть института истории в Академии науку. У нас так само есть. У института истории есть своё водовесство в Литве. Якой выдаёт за год по 10-20 книжек. Вот. А мы до тех пор ничего такого не можем сделать. Так вот, оказывается, что наш белорусский читач маевик мае потребу у таких книгах. Иснует певный голос на историческую литературу. Гэта показывают, как такие опытания у интернете. Гэта показывают и продажи книг. Гэта показывают опытания, какие особисто мной рабились с род супрасовников книгарок минских, да? Люди, которые непосредственно продают книги. Яки, в принципе, ведают, что корыстается опытом. Вот, когда я взял с такими знакомыми программами, как Академ-книга, они прямо кажут, что книги по истории корыстаются опытом. Але проблема у тех, что их мало, что нема разнастаенности по выбору темы. И что когда гэта разнастаенность появилась, то книги читались и куплялись. В певной ступине гэта показывают доски суседей. Я как говорил про литомцев, поляки. У поляков иснует специальная книжная выстава только гисторичной литературы. Специализуются на выдании гисторичной литературы. Пятьдесят в это весны. Является? Яке можно сделать в основу из этого? Кожаному взых есть место. Так? То есть... Ну... Кожаному ешь что друковать, что писать, да? Хотя конкуренция великая. И когда гэта в ингредиции не помирают, значит, что их книги читаются. Их книги читаются. Коли брать по тематице, то цякаво, ну... У гэта ничо родинного, у российной Зарази та же самая ситуация, наибольшим попытом хоростаецца литература по гистории, связанной с другой тысячелетной войной. Вовле, военная гистория – это улюбленная тематика для гисторичных книг, ну, как показывает статистика. Другое место займает, скажем так, гистория побудов, гистория повседенности. Гистория повседенности. За это, конечно, пора отниматься. Ведайте, ну, коли брать стан нашей кладовецкой справы, вельми великая пробова, может, вы со мной не погодитесь, потому что витебскую ситуацию я ведаю слабо. Я больше ведаю геростейскую, городенскую ситуацию. Але ясна и великая пробова помеч ситуацию в тем же Минском и у регионах. У Минску при нас уже кольки годов есть такая отмысловая книгарня. Исновало две книгарни, одна недавно зачинилась, якая ориентировалась, якая ориендуется чисто на городскую литературу. Ну, это в семь годов у Логинова, так? У всех спробую отчинить что-то подобное, у Городни и веростей не так спрямились окладно. И возникает такая великая проблема на нашем рынке, что нема незалежной сетки распорсуду для книг. С одного боку перешкоджаем на поле этой книги, с другого боку такие буйные гульцы на рынку, как скажем, постбай, да, интернет книгарни. В белорусской литературе их вовремя не текается. Когда же брать малые книгарни, их альбо нема, когда брать регион, альбо их вопросу мало, когда бы нам отбрать двух миллионов в Минске. Интернет-гандаль в нечем городовой ситуации. На сегодняшний день есть несколько кранов, которые занимаются доставкой книг по всей Белоруси. Называть вам их? Это и имбрид бай, и книги бай, и простора бай. И, в принципе, за певную доплату человек с любой везки может замолиться для той или иной книги за хаты. Но это вратовая ситуация. Но, похоже, это все так само развивается в заохранительном стане. Хотя интернет-гандаль книгами это самое, ну, выучать досвид наших суседзев и досвид на заходе, это самый перспективный шлях. Потому что открыть книгарню это и накладно, и дорого. Треба утримливать продавцов. И книги вельми часто продаются по обе. И, вот, кроме книгарня Логлина, бывающая книгарня Галия в Минске, так? В принципе, причина языка была не только той, что они там гандлевали без лицензии, а без гандлевой, а то, что оборотные сроки крутились вельми-вельми порог. В этом плане выживают вот такие проекты, скажем, простора бай. У них в склад книги лежать появилась озамова Калиласка, от Ромайкина. Инша проблема, что выдавецкий маркетинг и воля реклама у сферы, у книжной сферы у нас вельми-вельми не развита. Ещё больше-меньше вы можете увидеть рекламу в интернете, в социальных сетях. На что-то иное, просто не хватает ресурсов. В России, в заходных краинах вы омально-гроженную группу сострените билбунты, в интернете баннеры, в метро плакаты за анонсованием выхода той и те инши книги. Ну, уже не важно, да, когда выходит некий бестселлер, выдавец Снежка дое грошей, как дать традиционную визуальную рекламу. Т.е. книгами-то такие же самые товары, там таблетки, что там ещё раз рекламу, пиво, пиво, все подняли рекламу. Ну, всё такое. У нас вы не увидите визуальные рекламы книги. Я в Галаруси ещё не бачу. Ну, это всё связано с ресурсами, а именно только с ресурсами, с тем, что в детстве и такая думка не приходит, что вы до трэба робите. На жаль. Зараз и вельми модными по вебами у книги-водовеста и дейности стало створение под бестселлеры «Буктрейдер». Это специальных видеороликов, которые выкладываются в интернете, как вирусная реклама, а в уголе, как... Ну, бывают такие буктрейдеры, что саправды вельми в Высокомастастске. Творь Высокого Мастастаства. Ну, треба сказать, что и в Беларуси был такой досвид. Перший буктрейлер з'явился цито год, цито два назад у нас и был присвеченный оповести... Ситу... Нет, я говорю, дай мне у Михася Странцова смаление вверх руках. Я не помолвляюсь, он на сайте Логвинова, вы можете его облачить. Вы можете его облачить. Есть еще одна загана на нашем рынке, белорусском. Ну, это мое особистое бачене. Это великий-великий крэм у бок мастастской литературы. А литература гисторичная, гисторичная билетовская, документальная проза, так? Тое, где можно написать основным реальным событиям. У нас, на самом речи, доля таких книг вельми-вельми мало. И я лечу, коли мы думаем про потребы громадства, то треба робить натиск у всем нашим громадским структурам ненавидно выдание такой книги. Книги по истории, книги, биографичные книги про белорусских выдатных девчон, какие были цикавые люди. Тое, что было у нас самоисправило, понимаете? Потому что любая мастастская литература гэта выдумка. И я, наверное, боюсь, что мы мастастской литературой, как в 20-м старой годзе зараз, белорусскую мову не выдумка. Потому что так само часто претворяется, что мы выдаем гэтэй книги сами для себе. Дяк, кубогу, пайшо зараз гэтэй трэнд, там сформировалася, ну, при нас сформировалася одна шековная, дорогая прэмия литературная, какая на слыху, гэта прэмия гэдройцы, да? Веды все ее воронки. Все ведь непросто, поэзия, проза, все по заходней технице то есть створается шорт-лист, спочатку великий, потом 10 книжек, потом 3 книжки, ну, и кто бы говори, отремливая вели по великому прэмию, в минулом году я раскладывала 10 000. Добрый хороший, правда? Али вот такое питание на засыпку, по-перше, сможете вы мне отказать, кто в минулом году взял эту прэмию? Два года назад, неважно, взможете? Да. Взможете? Взможете? Так. Хиба себе стоведуешь? Ну и ты. По-другому, для кого информация про уречение прэмии, про гэт выигрыш, послужила стимулом, к гэту книгу набыть? Ну, видите, вот, як спросовывая фактор Нобелевской прэмии, ай, ай, букировский, воглядь, для челёльной сути? Человек, отремливая Нобелевскую прэмию, адразу тякавасть до игруных книжек, всерот спожилцов, вырастая урозом. У нас гэты моно так само иксюжа в Беларуси. Это, верьми, добрая тенденция. Алисарот вас таких нема, так? Кто б купил книгу Игоря Бобкова, Филинка? После того, я кинул, учили прэми. Один человек, понимаешь? Вот, на самом деле, где-то так само, показывая ситуацию нашего громадства и коммуникации выдолцов с громадством. Один человек с десяти, на лепенькой. Двенадцать с половиной процентов. Банат на лепачицы. Олег, на самом речи, я боюсь, что гэты и дичь, возможно, смело снизить до двух, трех, четырех процентов. Жар, такая ситуация. И гэты, все гэты и спрабы треба перебиваться. Для меня, вельни важно, как развивался гэты тренд, как я скажу, документальной литературой, то есть наши люди и их громадская структура в этом допомогали, знакомились с циковой историей Беларуси, потому что мы еще такие зверьные просто прыгнули. Я помню, на Умвите, потому что так само я был в Минске, в Минске роскошные 2 километра висит Белборг. Миколай разъявил черный, 1515-1565 год, сам пытался людей калибанки там. Тебе знаете, кто такие? Никто не отказал, а ничего не робится в деле того, как все это просовало системно, когда появилась книжка про Миколая разъявила черного, я даже не разумею, за какой потребы держава поразвешивала этот плакат. Когда больше, этим Миколаем разъявилом черным она не займается ни в новинах, ни в школах, ни в день, ни в день. Разумеется, то есть это такая просто фантастичная труба, фантастичная труба выкидывания грошей, и, на жаль, особо, якой мы можем гонориться, и на вот той же Белборд может быть, знаете, таким стимулом для того, как человек запутался, а кто это? Не держава, не держава, не держава наша вот эта структура незалежная, не шаруясь на этом поле, как человеку захотелось доведаться, кто это и что это. Давайте мы уже сделаем перепына, я так вижу, мы уже полторы годины садим, по той ситуации, якую я намлевал. Я так разумею, у Витебска, в угле Витебска есть водоведство? Нет. Ну, есть державное водоведство один, которое занимается, оно такое, стандартное, там полиграф комбинар. То есть такой региональный инициативы, как, что здесь? У нас есть фонд Сапунова, который ранее занимался активно в этом всем, был фонд Льва Сапейги, который так само занимался, ну, из незалежностских структур. Так, есть полоское водоведство, ляда. Ну, есть, есть просто, известно, не назвать ее водоведством, комбинат полиграфичный. А, ну, да. Можешь пасти, как бы, замовить и просто выдать. Ну, то я нахиваю маяць водоведскую лицензию, это чая типография. Так, вот, типография, есть? Ну, то я просто казал. Хочешь выдать книгу, ты повинен погружаться у водоведства со своими грошимами, да? Сказать, выдать книгу. Винна тебе натрукуют, отдадут книгу, робишь ее, что хочешь. Что это? Гэта заграмная практика. Гэта заграмная практика, где я не буду. Ну, як я казал, моя идея, гэта. 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 Наближать историю людей. Я сам вышел, но с исторической сферы, со сферы исторической науки. Маю шмат коллег. Мене ведаю, я шмат коллегу ведаю. И на мою думку, верь мне важно на речице знайомить людей в популярном формате бедной вид из науковой думки. Потому что что такое науковец, что такое гестаричное расследование, это значит, что он опирался на хранице, что это не голословно, что этому можно доверяться. И что профессийный историк может наиближай подвести до истины, как там было, когда истинный луч. Потому что история отразливается от всех инших науков, мало под экономики. Ведете, какой проблемой? Усе в себе лечат экспертами по истории. Больше заправил. Я бачу такую тенденцию, но по бытовому взрослому выгода так само повинное чувство. Чем больше человек не едукованный, тем больше в себе лечат специалистов, не едукованно. При нам все по двух речах. По истории. А сегодня появилась еще одна другая речь. Геополитика. Все почали разбираться, как там Америка дали, что там на России, где там кому и что, где чьи интересы и так далее. Раптом все стали экспертами. Но геополитика это такая честомодная азотых протеок, которые сейчас отбываются в нашем Новокровье. А гестурия, все могут займаться гестурией. И занимаются. Вот у нас есть такие наши доморощины, я его называю Генрихом Сергеевичем. Письменник Михаил Голденков. Написал крыловую «Пан Кмитич» про 17-е стовольдина на Белоруссию. Недавно выдал вот такие, помина была выведена. Мне хотелось открыть на самом выпадковой стороне, как почитать. Дверич я заблажу. Там была фраза «Белорусско-Литвинское наличие» 17-е стовольдина. Это уже эти белорусские, эти литвинские, литовские. Белорусско-Литвинские. Я дома что? Это уже. Ну и по-другому, я там пишу, как по-польски повитался Пан Кмитич. Русскими литвами было написано. День добрый. Поляки кажут. День добрый. Просто в голове, ну, наших людей сидит. А Генгличес начал сошлось ведая, вот так пишет польскую мову. Что поляки что-то делать? Жекают, пшекают и гетердолей. Тому повинно быть день дольше. То есть, разумеется, и жон. Когда ты разумеешь, что гетердолей Митич, Николе так не сказал, ну, гетердолей Книга готова только то, что гетердолей мастацкий твор. Мастацкий твор, я вам кажу, гетердолей мидор в упадку, гетердолей, гетердолей. Гетердолей, фантастик. Потому что письменник не обтяжарован только обследоваться достоверностью, но ему можно раскрыться в лёд фантазии, и в этом нема ничего разгран. Это мастерская литература. Вот саму стал кананову колусу, як популяризантную историю. Сегодня будет презентация книги. Первая авторская книга, которую я выдал, это блатнира Анатолия Трофимчика. «1939 год» и «Беларусь. Событая война». Книга имеет популярный формат, в чем он появляется. Стиль выкладания. То есть он максимально спрошенный для устремления. Там нема никаких наруковых выкрутался, скажем так. По-другому. Любая популярная книга повинна быть в словах. «Мне батька, когда я ему даю книгу первое питание твоего». Так, картинки есть. Нема, нема то, чего читать. Вот так. Нет, на самом деле, Малюнки, иллюстрации, вот этот визуальный шерох, они, по-перше, облегчаются устремальным текстом и забавляют читача. Это доказано не мною, а профессионами маркетологами. И когда выбирается формат книги, формат билетристичный, а не навыково-академичный, то вы повинны занепокоиться над этим иллюстрационным шерохом. И когда я заключаю дамову с автором, то обрезково обговорю на явность администрации. Ты повинен не только писать текст, но и думать про юстрацию. Но в этой книге адмысловый еще метод призернения читача, особенно, когда он стоит, когда прилавка, это створение вот таких выносных блоков, где поддаются самые сенсацийные, важные, смажные факты и весны. Но он открыт вот тут. «Москва непосредственно строяла изнищение нацистами заходник белорусских мирных джихаров, в которых ухудки нечась имелось и позволять». «Гады проверки с 1939 года». «Яхали, думаете, добрый разманул». «Ну, так человек пришел, неважно, так открыл». «Ого! Москва разрешала заходник белорусским». «А коты мертвые будут и позволять». «Ну, я что почитать?» «Вот». «Знайдите одного класса еще такие, я говорю, «момонты», ну, такие «момонты», «який повинен построять». «Забавливая нюджидача». «Я хочу точка». «Вот это?» «Так, одна версия, нижче». «Крывавая нюджидача». «Крывавая, так, судовно. Нижче». «Сама назвали, да. «Судовно, нижче». «А можно красиво открывать нюджочко?» «Ну, что тут красивого? «А что ты делаешь?» «Я, что?» «Я, что?» «Я, что?» «Я, что?» «Я, что?» «Я, что?» «Я перезанес, я перезанес, эту книгу, эту книгу». «Там сидит молодовед. «О!» «О!» «Вля еще кровей убили». «А это что, кажется?» «Правите!» «Алина, кажется?» «Коммунист, «большевик с немцем целуются». «Я, кажется, ну, интернет это сказал». «Ну, оооо, шо ж как Вы тут?» «Каже, нафальсифицировали». «Насамеречку, каждый из вас мае вас. Воголе, як театр починается з вешалки, так? Любая книга починается з вокладки. И минавито по вокладце, так самых это показывается заходними аналитичными наследованиями, минавито по вокладце, по тым, шо мое иллюстровано, по калеровой гамме, и не только читать психологична прямая решена. Взять книгу, вырубить мне». «Еще великую роль устрацовывая при распорсюзе такое модное слово есть мерчендайзинг, так? Тое, что в наших книгарнях абсолютно занеплась. Каб книга лежала на подрядном месте и каб в очи читача ее выхопливы. Кали вы заходите у крана и все книги стоят вот так, там просто не профессионал. Ну, это… Вовле, конечно, как бы идеал, это, транспортсюзе, когда есть на палече, на столе, держись некоторые экземпляры книг, и, ну, ты просто не можешь на это не звернуть диван. Кали вы в нашей книге, неуважно, поглядите на наши книги, то вы увидите, что, на самом деле, на момент в окладках наши выдавцы вельми часто экономятся. И, нередко ты встретишь в окладке, кали, ну, просто, автор, назвал, некая корючка, некий, там, такие, колер, неведомые, ну, и точка. Ну, с одного боку, есть объективная причина. По сути, профессионного дизайнера, что и здорово. по Минску, коли вы хочете, скажем так, в окладку малеванную, не шаблонную, так, я даже скажу, что это шаблонная в окладка, и она, наскольки, не кештой, послуги дизайнера от Пуса Цидоля. Али, в принципе, кроты, вы отремливаете у руки, ну, твор-мастарство, можно так сказать. Но, али, али, вы ставите водовескую деятельность на поток, то, в принципе, заусюды можно придумать некий, ну, можно, применить некий шаблон, если, ну, двадцать, самых, по сути, шаблонов, подвогладки, ну, и кем забить свою книгу оригинальной, ну, придумать некий оригинальный элемент. Удательным выпадком, это, я тут, кто с вас зауважил, это, обритая, кривёю, да, это, Соправды, и так само у нас, вот, вот, гэтага, для частых состоянных, кали вы возьмете перокладную литературу, эти заходные книжки, заходные, выдавцы, не цураются, навокладцы написать. Бестселлер год. Лауреат такой-то премии. Книга номер один, по опросам читателей мудилки, так Малит Милитровича пишет. Да, такие вещи, как много. Я взгляну с нашими гадруцами, а чему, чему мы так не робим? Ведайте, выключается в справу наша ментальность. Нет. Что? В реке это без цели. А что мы так вот так делаем? Разумеется, нет, вы не думайте о таксамости, я ж так не написал, что это просто. Нет. Тут всего лишь написано, белорусский повред на подшатках другой сусветной войны. Но, разумеется, такие моменты, вверху, мне важно англустровать в Новокласе. Это когда мыслись по сучасному. Бо, звичайно, для таких речев, когда брать традиционный подход, для этого существует даже в библиографической карточке, вы это знаете, существует аннотация. Но сегодня никто не читает. Сегодня выведается, вы помните, какие тренды у читателей, особенно у людей, которые худко працуют и працуют за интернетом. И это тренд сегодняшняя рекламная деятельность и пиар деятельность. Когда ты не выкладишь свою головную думку, в первых сказах, ты рекламную компанию проделал. Вот. В деле этого сегодня придумываются именовитно слоганы, а не дается некая разгорнутая реклама характеристик твоего продукта. И сегодня в книгах саправданная аннотация выносится на займы. читач берет книгу в руке и, в принципе, больше зых спиняя увагу на этой аннотации, которая написана на займе. Это так само важная данная книга. Вот. Ну, вертаючися до сместа в этой книге, так? книга на эту тему была вот так само, до речи, для наших простор. Як оказалось, это было некая коррекористация терминологии Валеры Булгакова «Ноугав». «Ноугав» я хочу сказать, да? Интересно, вот это писало «Ноугав», мне это сподобалось. Оказывается, у нас в ученые в принципе не пишут на замок. Як у нас выдаются книжки? Я ж вам кажу. Вот до меня недавно позвонила девчина, кажа. Я тут написала книгу про витебских сестер общества милосердия. Конец 19-го, початок 20-го века. Хочу выдать. Я пытался чесать голову, думаю, кто это будет читать? Ну, нам сегодня 500 не будет читать. Ну, то есть, авторы шукают подолцов, шукают, как выдают то, что они написали. Вот эта книга была написана до 75-годового юбилея начальной работы средней войны. я знайшел автора, ну, это, сказать, знайшел, я его уже так давно ведаю, ну, просто запытался, можно створить книгу на эту тему, потому, что у нас, в Беларуси, ничего, хиба такого прямально пристойного под эту дату написано, выдаяно, не будет. Как наш, Беларусь, мог доведаться, что там было в 39-м году. Ты же на эту тему написал десертацию, и в этой далее. Вот и он дал мне становиться отказ. Увы, него повстало в этой Самое цикавое, что такая практика замога рукописов водоведствами, специалистов, она верьми широко распространяется. Верьми широко распространяется. У нас это так само есть. Когда академические институты замовляют своим сопрассовникам распространяется, тем, и так далее, в принципе, с этих годов могут повстать книги. В принципе, таким чином, в минулом году вышел академический двухтомник, пресвеченный рыжийскому миру 1921 году. Но это, все разумеется, державная плановая инициатива. а как была проявлена приватная громадская инициатива такого у нас не существует. Я пробовал уже створить биографию Николая развела черного и белорусский погляд на аршанскую битву 1514 года. Не удалось им. Не нашел потенциальных актов. И те были готовы прорисовать спутки и на самом. Но пришлось развивать порядок по раршанской линии. Значит, первый пункт это обовязково ставка на наукол своей популяризаторной истории. Другий пункт, який я вижу важным и у яким мое меркование совпадает с меркованием коллег. Коли ты выдаешь второму гнилу, ты повинен саджись за якостью полиграфии. Иншими словами, книгу паперовую книгу повинна быть приемна взятие труд. Для этого в этом плане великую роль играет выкладка, великую роль играет как из паперы и великую роль играет как сделан макет. Тут саправды повинно быть все и да. я еще раз повторился я лечу, что выход книги по принципу прочитал и забылся в этот принцип будет доходить у небыта. Их заменить электронные книги. А добрая паперовая книга повинна повинна выглядать здорово. То есть эстетика книги не глядящая на то, что это удораживает кошты, это очень важная жизнь. Книги будут дорожать, паперовые будут становиться дороже. они будут расти их я по-иншему они не выживут. Самое цикавое, что количество книг с этого и начинались. Вспомните, над чем друговались первые книги. Наверное, не друговались, а писались. Участливый Сергеевич 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 появилась папера и больше массовый продукт. Ну и отрывается, что история спросовая бумеранга и мы будем вернуться до пергамена. вот поверьте, как это был иллюстрованный, как это был колеров друг, добрая папера, и так далее. у нас тоже полчаса состоятся. А кольки у нас еще есть презентация полумагодинки, да? Ну максимум. вот вот я еще кольку покажу еще одну мину. Глядите, как можно сделать из мягкой укладки твердой, когда она была твердейшей. Кольки разворот и она становилась в два раза глубейшей. И тем же и одночасовая и она вылетает на смартфоншет. Ну вот эта книга Ленадо именем особливый гонок. Эта книга ну с крыковыми малютами, так? на мелованной папире. Это первое расследование, присвеченное артиллерии русских 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 русских